День с толком Депрессия, плохой сон, проблемы с памятью. Что такое постковидный синдром и как неврологи хотят с ним бороться? Танцы, музыка, живопись. Какое второе высшее образование в России хотят сделать бесплатным? Экспертиза нашла нарушение в проекте скандального дома на улице Гущино в Барнауле. Специалисты считают, что дом проектировался по устаревшим нормам, а действующую версию проекта нельзя привести в соответствие с новыми требованиями. Результаты независимой экспертизы показали, что в проектной документации на строительство многоэтажки на участке между домами на улице Гущино в Барнауле допущено много ошибок. Об этом сообщает Банкфакс. Эксперты обнаружили в документации 11 нарушений градостроительных и противопожарных, санитарных в том числе норм. Сегодня в России стартовала программа детского отдыха с кэшбэком. Напомним, покупая путевку в лагерь, родители смогут вернуть 50% от стоимости билета. Как отдохнуть от ребенка две недели и еще и сэкономить на этом, расскажет Ирина Корчагина. Наверное, здесь хотели бы отдохнуть даже многие взрослые. Можно выспаться, себя кормят, развлекают, в штате есть психолог. В Алтайском крае 53 загородных лагеря такого типа. Этим летом в них заселится 28 тысяч детей. В прошлом году из-за пандемии летняя оздоровительная кампания встала. В этом детей ждут, но с условием смена не более 14 дней, наполняемость лагеря до 75%. День наш будет начинаться с термотермии. Мы будем мерить нашу температуру у всех, записываем это все в журнал, фиксируем. То есть, если вдруг сотрудник себя почувствовал плохо, у нас для этого случая есть специальная комната, которую мы будем ограничивать, туда заводить этого человека, смотреть в течение суток, остается у нас, выздоровел или нет. Все будут привиты, либо антитела, да, уже сотрудники начали проходить. Готовность детских лагерей сегодня проверил министр образования края. Он побывал в Сосничке и Дружных. Везде установлены камеры, каждый объект под охраной чоповцев, территории обработаны от комаров и клещей. А вот от чего трудно избавиться, так это от волнения родителей, которые будут переживать, как там их чадо. У родителей будет созданы группы в соцсетях у каждого отряда, где родители будут практически в режиме онлайна 24 часа получать всю информацию. Будет видеоматериал, фотоматериал, непосредственно родители будут общаться с воспитателями и с вожатами. Все в группе, как сейчас родители привыкли в детском саду и в школах. Отправить ребенка в лагерь в этом году реально выгодно. Из-за программы кэшбэка региональных выплат. Далее занимательная арифметика, которая позволит вернуть до 80% от стоимости путевки. Все дети до 15 лет включительно один раз за лето получат порядка 6300 рублей компенсацию. То есть снижение стоимости путевки. Если мы с вами посчитаем, что это 18500, минус 6300, где-то уже родительская доля составляет 12200 рублей. Плюс ко всему работники бюджетных и муниципальных организаций также получают компенсацию в размере 4350 рублей. То есть 4300 рублей еще убираем. 7200 получается. 7200 это та родительская доля, на которую сегодня в связи с решениями президента родители могут получить еще и кэшбэк. Кэшбэк составит 50% и он уже распространяется на детей до 18 лет. При этом можно купить хоть 10 путевок за лето. Но главное условие только с карты МИР. В общем неудивительно, что почти все путевки в барнаульских лагерях уже раскуплены. 10 июня в двух из них начнется первая смена. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Главврач Краевого диагностического центра Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении. Она продолжит работать в центре до 31 мая, но о причинах увольнения Минздрав региона не сообщают. На посту руководителя центра Лексенкова проработала чуть больше двух лет. И за это время в веренном ей учреждении произошел не один резонансный скандал. Самый громкий и стихийный митинг медработников, возмущенных слишком низкими зарплатами. В марте прошлого года врачи и персонал центра вышли прямо на площадку перед диагностическим, где и общались с журналистами. Тогда же медики обратились в прокуратуру и в краевую трудинспекцию. Позже министр здравоохранения Края Дмитрий Попов все же признал несправедливость начислений и пообещал их пересчитать. Постковидный синдром – то, с чем столкнулись неврологи в начале этого года. Врачи говорят, поликлиники буквально переполнены людьми, которые жалуются на депрессию, плохой сон, проблемы с вестибулярным аппаратом. О помощи пациентам и проблемах неврологической службы сегодня и говорили в Барнауле. Постковидный синдром. По словам медиков, из 30 человек в очереди на прием 6, а то и более точно переболевшие COVID-19. Память ухудшилась, сон нарушился, начало скакать давление. Причем жалуются молодые люди от 22 лет. Это теперь новое для нас, и мы должны понимать, что это надолго к нам, и мы должны с этим, в первую очередь идут обращения к нам, мы должны понимать, четко по полочкам разложить, чтобы людям доступно объяснять. Пока с каждым пациентом врачи работают индивидуально, но надеются, что появится единый алгоритм действий. К слову, ковидный год наложил отпечаток на всю неврологическую службу региона. Как во всех службах имеется, конечно, увеличение смертности. Но это связано с тем, что люди с инсультом и с тяжелым уже изначально заболеванием заболевали дополнительно и COVID-19, и попадали в ковидные госпитали. Проблема еще и в нехватке специалистов. Врачей не хватает в Бийске и Славгородском районе. Правда, последний недавно получил так необходимого невролога. Но свободных мест, по словам Сергея Федянина, достаточно, в том числе и в других больницах и поликлиниках края. Если неврологи окончат ординатуру, в этом году уже мы готовы их принять в самые различные отделения. Из плюсов сегодня отметили запуск в работу нового компьютерного томографа в Алейской ЦРБ и открытие в Камни-Наби первичного сосудистого отделения. Теперь и здесь врачи-реабилитологи помогают быстрее восстановиться после инсульта. Нет необходимости ехать в краевой центр. Ну а на повестке дня обсуждение лечения постковидного синдрома, в том числе со специалистами Питера и Москвы, которые тоже сегодня в Барнауле. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. В Госдуме вновь поднимут вопрос смертной казни. Депутаты готовят законопроект об использовании такой меры наказания в отношении педофилов. А ранее идею отменить мораторий озвучил одетский омбудсмен Подмосковья. И если общество к этому не готово, то стоит рассмотреть пожизненное заключение. Согласны ли жители Барнаула с такой инициативой, мы спросили у них самих. Необходимо ли вообще эта смертная казнь? Да, не обязательно. А почему? Ну, блин, ну как, я не знаю. Возвращенцам только такое дело, блин. Только смертная казнь. Может выйти нужно. Но опять же, в нашей стране это очень опасно. Почему? Потому что надо доказать. Я, как бы, не знаю. Потому что суд часто бывает же неправ, да? Ну, невиновных людей часто наказывают. Могут просто подделывать, чтобы потом через 10 лет всплывало со словами, ой, извините, мы не того казнили. Могут просто банально оболгать. Поэтому смертная казнь как бы между-между. С одной стороны и за, с другой стороны все-таки химическая или медицинская, физическая, так сказать, кастрация была бы лучше. Инициативу законотворцев сейчас обсуждают в разных СМИ. Правда, некоторые юристы сомневаются, что мораторий отменят. Ведь в таком случае Россия рискует быть исключенной из Совета Европы. В общем, это не все так просто. То есть очень много действий совершали для того, чтобы быть в числе европейских государств, принимать какие-то важные ключевые решения, налаживать экономические отношения, создавать какое-то идеальное правовое государство. То есть если мы начнем применять самостоятельно, то есть нарушая те правила, с которыми мы согласились, то в данном случае мы прекратим членство Совета Европы. То есть есть проблема в этом. То есть огромная такая глобальная проблема. Они устали жить в антисанитарии и задыхаться от вони. Жители Власихи уже три года добиваются вывоза стаи собак с придомового участка соседки. По решению индустриального суда, защитница четвероногих должна вывести животных в пункты временного размещения этим летом. Однако переселение вновь затягивается. И почему разбиралась Валентина Аскерова. Привезли вот такие кости, выкинули все это. Вот это вот мухи, вот там сосиски просроченные. Мухи, опарыши, вонят костей. Их по несколько раз в неделю привозят волонтеры для многочисленных собак Анны Терентьевой. О ней мы уже рассказывали. Прибавлялось и прибавлялось собак. Вплоть до того, что вешали в пакете. Маленькая собачка там бегает, снималась здесь с дерева. Соседи Анны с 17-го года терпят антисанитарии у себя под носом. Раз, мышь. Два, три, четыре. И у нее в зубах семь. Мам, зачем нам кошки? Черви, кишат. Если в холода еще можно потерпеть, с наступлением плюсовых температур жизнь превращается в ад. Опарыш, мух столько. Это все вылупилось, это все благополучно летит на наши двери, на окна. Невозможно открыть. Запах такой, что дышать нечем. А всю ночь воют они. Всю ночь воют, лают. А у нас вот общий забор. У меня выходит детская спальня прямо на ее участок. Наша спальня с мужем. Открыть, проветрить просто невозможно. Это нереально. Нереально выспаться. На работу встаешь утром, полпятого. И вот нереально просто выспаться. Мое личное сугубо мнение, что это концлагерь для животных. В таком состоянии, в каком они содержатся, это раз. Второе, чем их кормят, да. Ну и третье, отношение к ним со стороны ее. Вот у этой собаки застряла в сетке голова, и у нее изо рта идет кровь. Соседи неоднократно пытались поговорить с сердобольной, но девушка на контакт не идет. Жители обратились в управление по ветеринарии. Дошли до суда. Решение суда запретить Терентьевой Анне Владимировне по выше названному адресу содержать животных. Обязать ее вывезти в приюты временного содержания, либо в пункты передержки. Убрать продукты жизнедеятельности за животными и пищевые продукты, которыми она кормила на территории своего подсобного хозяйства. Суд обязал оно вывезти животных до августа, но любительница собак подала апелляцию. Сроки сдвинулись. Либо апелляционная инстанция оставляет в силе принятое решение первой инстанции, то есть остаются вот эти четыре месяца, и они начинают исчисляться тогда вот с конца июня, середины июля, когда состоится суд в апелляции, да. Либо отменяет или изменяет решение первой инстанции и устанавливает там. Либо другие сроки, более длинные, более короткие, либо отказывает в удовлетворении иска прокурору, Но, как показывает практика, поясняет юрист, решение первой инстанции в этой истории устоится, и они все-таки придется переселить животных. Правда, не в августе, а в ноябре. Куда девушка планирует переселить несколько десятков собак? Узнать у хозяйки домашнего приюта не вышло. Дома никого, кроме животных, не оказалось. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Шукшинские чтения будут. И об этом сегодня заявила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Про участие всемирно известного режиссера Эмира Кустурицы не говорили. Зато уже обсудили запланированное. Пока спектакль «Вражда» с актрисой Еленой Яковлевой. Отдельное внимание приковано к кинофестивалю. 15 мая завершился прием заявок, которых было больше ста. К фестивалю проявили интересы зарубежные кинематографисты. И нам очень приятно, что на почту комитета пришли заявки из Ирана, Латвии, Италии, Казахстана, Республики Беларусь, Украины. И также есть фильмы совместного производства с такими странами, как Италия, Бельгия, Финляндия, Китай, Испания, Индонезия. В целом же программа фестиваля лишь формируется. Пройдут шушинские дни с 20 по 24 июля. А их центром станут Суростки, Бийск и Барнаул. Запланирован и фестиваль Роберта Рождественского в конце июня. В рамках этого праздника планируется семинар молодых писателей, а их опытные коллеги проведут мастер-классы. Кроме расписания культурных мероприятий, министр уделила внимание и состоянию зданий искусств. Так Елена Безрукова отметила, что в этом году закончит строительство объектов культуры в Белоярске и Шалаболихе. Кроме того, скоро начнется реконструкция концертного зала музыкального колледжа Барнаула. Второе высшее образование в России может стать бесплатным, правда, только для тех, кто мечтает о творческой профессии. Такой законопроект рассматривают в Госдуме. А вот получат ли такую возможность приобщиться к искусству бесплатно жители нашего края, расскажет Анна Рашагирова. Высшее бесплатное образование звучит как мечта, особенно если речь идет о втором дипломе бакалавра. И такое может быть возможно. В России разрабатывают законопроект о бесплатном обучении в вузах, чтобы стать режиссером театра, кино и телевидения, дирижером, композитором, литературным работником и переводчиком художественной литературы. Это дает реальную возможность человеку поменять свою профессиональную траекторию в том, что ему нравится, в том направлении, которое ему нравится для его реализации профессиональных планов. Сейчас же россияне ограничены. Либо платят за второе высшее, либо поступают в магистратуру. И чаще всего выбирают смежную профессию. Так, журналистка по первому диплому Елена сейчас учится на направлении цифровой дизайн. Вечный студент, потому что просто любит учиться. Интересно учиться, здорово. Ну а цифровой дизайн почему? Потому что он вокруг нас. Любую сделать рекламу, неважно, для своего бизнеса, для чужого, помочь другу, либо оформить страничку себе в социальной сети, ну нужно уметь это делать. А вот если профессия мечты совсем далека от первой вышки, магистратура не вариант. Так, например, экономист вряд ли поступит на вторую ступень высшего образования в области режиссуры, не имея базовых знаний. Именно такие случаи предусматривает новый законопроект. Однако в самом документе есть важная оговорка. Точный перечень специальностей федеральных вузов, где можно будет обучаться творческим специальностям бесплатно, пока не составлен. И попадет ли главный культурный вуз края в этот список еще под вопросом. Хотя желающих сменить вид деятельности в пользу творчества сейчас немало, говорят в институте. Ну те направления специальностей, которые заявлены, такие как режиссер театра, режиссер кино, переводчик художественной литературы и другие, они не реализуются в нашем институте. Поэтому, конечно, наверное, мы не войдем, вероятнее всего, в перечень тех образовательных организаций, где будет дана такая возможность. По одной из версий, почему этот законопроект вводят, элементарная нехватка культурных кадров. Правда, перечень профессий пока слишком скуден. Зато резко изменить жизнь достаточно. Возможно, за такими переменами жителям нашего края придется ездить даже в столицу. Принимать на такие специальности будут по результатам творческих испытаний. Законопроект одобрен правительством России, но когда вступит в силу, еще неизвестно. Анара Шагирова, Андрей Печеркин, Дмитрий Денисов. День с толком. Единение субкультуры и религии. И такое возможно. Барнольдские ночные волки осветили свои байки. Правда, участвовало в этом всего несколько байкеров. Но мотоциклисты надеются в будущем заручиться поддержкой высших сил. Захотят гораздо больше ночных гонщиков. Артем Гусельников продолжит. Благословен Бог наш, всегда ныне и пресный, во веки веков. Аминь. Ни капли иронии. Всем привычное освещение дома, машин теперь в этом ряду и байки. Их грозные хозяева рядом, далеко не отходят. Всего шестеро байкеров. Зато, говорит организатор мероприятия Василий Дизель, самые стойкие и верные делу. Его мотоклуб с православным уклоном на дорогах уже 30 лет. Но такое мероприятие в Барнауле проводят впервые. Причиной является вера в Бога и в то, что Он будет хранить нас на дорогах. И поэтому мы освещаем мотоцикл, для того, чтобы Бог нас хранил. Бог благословляет во время освещения наши мотоциклы. И во время езды уже прибывает с нами. Если время общается с ними, если погода не будет, то... Аминь. Для Ирия Сергия освещение мотоциклов тоже в новинку. Обычно за услугой обращаются автомобилисты, поэтому ради такого новшества священник даже ознакомился с историей байк-движения. Но вне зависимости от вида транспорта, говорит Сергий, на дороге нужно надеяться прежде всего на себя. Бытует среди людей такое мнение, что если священник осветил автомобиль, то человек не попадет в аварию, ничего с ним не произойдет. На самом деле это неправда, это суеверие. Все зависит от самого человека. Байкеры верят, что освещение мотоциклов станет традицией их движения в Барнауле. И пускай в этот раз их было немного, через год они надеются увидеть здесь гораздо больше соратников. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на ютуб. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях, а через несколько секунд о погоде. До встречи.